Привет! Это ролик номер 3 из моего большого обзора пляжей Большой Ялты. Если вы не понимаете про что я говорю, отправляйтесь смотреть первую часть, потом вторую и потом дойдете до этого момента. Ссылка в верхнем правом углу видео. Ну а если вы ждали этот выпуск с нетерпением и посмотрели все три предыдущих, добро пожаловать на канал Лерушка-потешественница. Закончим обзор пляжей Ялты. Что это? Что это? Что это? Ой, что это? Кто вы такая? Как кто? Я талант, замородок, изобретательница и путешественница. КОНЕЦ КОНЕЦ Если помните, мы с вами стали обсуждать Ялту и потом направились на запад. А вот кусочек берега к востоку от Ялты не обсудили. Так что вернемся обратно к Ялте. Пропустим Массандру, наверное, самый фешенебельный, общедоступный пляж. Вроде я это уже сказала. И отправимся по направлению Калушки. Первая на пути отрадная, оценить я не смогла. Нашла только один спуск и пляж-санатория. Купаться тут невозможно. Это не пляж. Это строительный, заброшенный карьер. Кстати, чтобы сюда спуститься, еще нужно заплатить за стоянку машины. Тут вот эти маленькие поселочки, вероятно, прячут еще какие-то хитрые спуски к морю. Если где-то отдыхали, расскажите. Дальше есть поселок Даниловка. В ней мы нашли доступный пляж. Он находится на территории жилого комплекса Наутилус, куда пускают без машины, пешком. Не очень живописно обставлен. Везде, как обычно, бетон и штыри. Туалета тоже нет. Но идти до пляжа недолго. Тут немноголюдно. В общем, стоит присмотреться. А вот следующий поселок Никита, как и Форос, относится к древнейшим городам Крыма. Но не этим он известен. При поддержке уже известного нам графа Воронцова, служащий у русского царя Арман Эммануэль Дуплеси-Решилью, организовал тут патамический сад. Еще в 1812 году. Можно сказать, это самое ухоженное место, с которым я столкнулась в Крыму. Рассказать про него нужно отдельно. Но, упоминая Никиту, нельзя не показать вам эту красоту. В момент моего посещения парка свели розы. Во время цветения тюльпанов я попасть не смогла. Сюда можно ходить каждую неделю. Тут постоянно меняются живые экспозиции. Постоянно цветут невероятные красивые цветы, деревья. Есть даже лабиринт. Он, правда, не такой интересный. Еще за отдельную плату. Но точно он сможет вас удивить. Потеряться тут не тяжело. А что же у нас с пляжем? В общем, спуститься на машине можно близко. И пляж неплохой. Единственное, большую его часть занимают рыбаки. И они уверяют, что там лучше не располагаться, так как они везде раскидывают крючки. Надеюсь, не специально. Ведь тут очень неплохой. И при всем запустении взгляд устремляется далеко. На горы, на море. И заброшенность так остро не ощущается. Последняя точка нашего путешествия – Гурзув. Его часто упоминают как особое место с особой камерной атмосферой. Что-то в этих двух улочках и круглом фонтане действительно есть. Притягательно, без сомнения. Но еще важнее. Тут одна из главных визитных карточек Крыма – Медведь-гора. Аюдак. Это неудавшийся вулкан. С древних времен считался священным местом. На его спинке находили и крепость, и церковь. Поговаривают, что у него есть даже все нужные части тела. Легкие уши, брови, нос. Ну, голова, естественно. Если кто-то занимается дайвингом, можно поднырнуть ему прямо в рот и оказаться внутри. В пещере. Прямо внутри головы. Там есть небольшие пещерки. Естественно, у Аюдака есть своя легенда. Да еще и с разными вариациями. Давным-давно тут жил огромный медведь. И как в нашей сказке про Машу, к нему попала девочка. Так как, конечно, она приплыла к берегу на лодке совсем маленькой. Медведь ее полюбил, как папа заботился о ней, растил ее, кормил. А она ему пела всегда песню колыбельную, от которой он все время засыпал. Она выросла взрослой, красивой девушкой. И вот как-то к берегу приплыл какой-то принц. Этот принц очень девочке понравился. И она решила с него плыть в дальние края. Они сели на его корабль и поплыли от берега. Тут медведь заметил, что его любимой девочки нет. Он понял, что она отплывает на корабле. Он бросился ее спасать, потому что думал, что ее похитили. Опустил он огромную морду и начал втягивать воду в себя. Да так сильно, что корабль не мог совладать с этим течением и стал возвращаться. Ничего не мог сделать принц. Тогда девочка запела эту песню колыбельную. И медведь понял, что она уезжает от него по доброй воле. Сбегает. Не стал он останавливать ее. Но так сильно загоревал, что окаменел. И теперь своим видом украшает и Портенит, город с одной стороны коры, и Гурзуф, входящий в Большую Ялту. Еще у Гурзуфа Артек, самый известный детский лагерь. Весь за огромными заборами. И Аталары. Это две белые живописные скалы, располагающиеся напротив Артека. Можно проплыть мимо них и полюбоваться и ими, и Артеком. Про Аталары тоже есть легенды. Еще интереснее то, что на одной из этих скал до революции был ресторан. Для того, чтобы в него попасть, нужно было доплыть на специальные лодочки с берега до скал. И был проект построить подвесной мостик. Ресторан был популярен. Тут остались кое-где ступеньки. Помещение. На возвышенности, говорят, был чайный домик. В 1927 году на побережье произошло ужасное землетрясение. Это землетрясение повлекло за собой человеческие жертвы и разрушение большинства строений. В Семеизе, например, после него скала Дива превратилась в бесформенный обрывок. Ну и ресторан на Аделарах пострадал. Его уже не решили восстанавливать. Да и какой смысл восстанавливать, если на берегу напротив Аделар, закрытый со всех сторон Артек. Но еще важнее, что в Гурзуфе есть действительно протяженный для размера самого Гурзуфа пляж. И поддерживают его в терпимом состоянии. В Гурзуфе, кстати, есть еще парк, когда-то давно принадлежавший все тому же Хышелью, который организовал ботанический сад. Говорят, там интересно. Много достопримечательностей. А еще можно сходить на целый день на спину Медведь-горы, позаниматься археологией. Подводя итог нашего большого путешествия, могу сказать, что мне понравилась восточная часть. Никита, Гурзуф. Понравились отдаленные участки Большой Ялты, около Севастополя. Особенно Парковая с его огромным пляжем и Кострополь с его чистейшей водой и их удобными подъездами. Остальные места очень неоднозначны. Походы на пляж можно сравнить со спуском с горы и обратно. Ухоженности нет. Все пытаются только заработать на каком-нибудь маленьком куске. Отхвачены, отгорожены большие промежутки береговой линии. И очень малые части остаются доступными. Что, естественно, приводит к постоянному огромному скоплению людей. Так что решайте, стоит ли сюда ехать. Сравнивайте, главное, цены с зарубежными конкурентами. Ялтинцам желаю получше относиться к отдыхающим. Тут радушного приема очень не хватает. Больше чувствуешь себя как лань в лесу, полным охотников. Каждый интересуется только своим кусочком. А общего хозяина, общей инфраструктуры, общего удобства для отпуска нет. Для того, чтобы все это стало приличными местами отдыха, которыми по праву эти места и должны, и обязаны быть, придется долго, долго работать. А работать тут не очень любят. Но даже в таком неприглядном виде, если вы готовы закрыть глаза на некоторый образ разрухи, избежать которого вам не получится. Отпуск в Крыму – это очень красиво, интересно, познавательно. Вам удачи! Ну а я на пляж. Надеюсь, видео получилось полезным. Рассказать так много в одном ролике – сложная задача. Пришлось пробежаться по всему побережью очень скользь. Я работаю еще над роликами про Крым. Надеюсь, удивлю вас еще большим количеством новых интересных историй про Крым. Подписывайтесь на мой канал, иначе рискуете их всех пропустить. Ну и главное – поблагодарите меня за мой труд. Поставьте мне кулак с большим пальцем вверх. Это все прямо под видео. Ну а если вы решите что-нибудь мне написать, Используйте комментарии. Я их жду особенно сильно. Всем здоровья, солнца, моря, радости. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok